Всем привет! Меня зовут Юлиан. В этом видео хочу рассказать о том, как я планировал маршрут и бюджет путешествия. Сначала я отметил самые интересные места, которые я давно хотел посетить. Это были Лафатенские острова, Доломитовые Альпы, города Амстердам, Будапешт, Парселона. В общем, таких мест оказалось не так много и находятся они довольно далеко друг от друга. На помощь мне пришел гугл, я вбивал топ самых интересных мест по странам, выбирал от этого списка то, что понравилось мне и заносил на карту. Также я читал блоги, форум Винского и так формировалась моя карта. Это была моя программа Максимум. Я понимал, что посетить все практически нереально, потому что когда сидишь дома и планируешь, что я туда съезжу, туда, туда, там, поднимусь в горы. Когда приезжаешь, например, в Норвегию и несколько дней подряд идет дождь, и ты абсолютно не хочешь этого делать, и понимаешь, что лучше я отложу это на другой раз. Все, метки на карте есть, осталось только выбрать направление. Скоро направление дайте себе подходить. Дело было в июле, а возвращаться я планировал в октябре, поэтому я решил сначала поехать на север в Скандинавию, пока там не так холодно. А возвращаться уже домой через Польшу. Я сразу же отключил скоростные и платные дороги, потому что мой мотоцикл не предназначен для этого, и мне намного интереснее ездить по второстепенным дорогам. Кто знает, куда они могут привезти, даже пользуясь навигатором. Типы путешествий, основные расходы. Это транспорт, еда, жилье, досовремечательности и другие мелочи. Во всех своих длительных поездках я стараюсь экономить. Обычно бросаешь работу, и когда возвращаешься домой, чем меньше денег ты потратил, тем больше у тебя осталось. Мотоцикл обошелся мне всего 900 евро. Я выбрал подчарджбоксер 125, в интернете его хвалили как надежное и простое обслуживание. Да, дизайн у него на любителя, но оставлять него нужно будет где угодно, поэтому чем проще и дешевле, тем лучше. При этом расход у него всего 2,5 литра на 100 километров. Для мотоцикла я купил боковые кофры, сумку на бак, расходники, гринкарт. Это еще 80 евро. Экипировку я нашел в секонд-хенде, а шлем купил новый. Хорошо сэкономить даст возможность палатка, но останавливаться в ней постоянно, это как-то не очень приятно. Поэтому можно ночевать в хостелах, это от 5 до 25 евро в сутки, в зависимости от страны. Отели там от 50 евро. Я также останавливался у друзей по каульсерфингу. Например, в Норвегии жилье очень дорогое, и можно оставляться в палатке, но при этом душ принимать на заправках. Еда. Покупал я еду обычно в недорогих супермаркетах, типа Рема, Лидл, Нета, Алди, в зависимости от страны. И готовил все на газовой грелке. Один раз хорошо покушать стоило мне от 2 до 5 евро. В кафешках я кушал редко, но там цены уже от 10 до 30 евро. Достопримечательности. Для меня это природа, исторические места, замки. Из музеев я посетил Mercedes-Benz и Porsche, за которые я заплатил по 10 евро. Но большинство мест, которые мне были интересны, были бесплатны. В общем, я свой бюджет распланировал так. 1000 евро на мотоцикл, плюс подготовка его к путешествию. 100 евро на необходимые вещи, ботинки, спальник, фонарик по мелочи. 500 евро на бензин, 400 на жилье и 1000 евро на еду, достопримечательности, разные мелочи. Как итог, на что-то денег у меня ушло больше, на что-то меньше. Поэтому лучше брать всегда больше. Ну а если нет, то импровизировать. На этом все. Дальше будет видео о самом путешествии. Спасибо большое за просмотр. Увидимся.